Девушки отдыхают Ты сделал Я не мог по-другому Ты так и не объяснил, почему ты ушел Ты влюбился в другую девушку Тебе мама изменила Скажи мне правду Мы с мамой разлюбили друг друга Так бывает Мама тебе изменяет Поэтому ты ушел Что ты, мама хорошая Просто без любви мы друг друга мучаем То есть у меня больше нету папы Только мама Ты что-то такое говоришь Я у тебя навсегда Когда мы сможем увидеться Я на даче у Своего друга В доме его родителей Тут очень давно никого не было И я навожу порядок А еще его отец был Коллекционером Тут столько прикольных штук всяких Ты многих даже в жизни не видела Приезжай, посмотришь Тут хорошо Ты приедешь На выходные Я тебя встречу на станции И мама не будет против Приедешь? Да Да, я приеду Я тебя очень-очень-очень жду Я очень люблю Пока Пока Ой, как я не хочу на репетицию идти Я соскучилась по даче Давай на дачу поедем Свежий воздух у нас Там тишина Поехали У меня как раз отпуск начинается Я с удовольствием Да? Угу Шашлыки сделаем Да Пашка такие шашлыки делает Ой Не хочу я идти Как там твой этот страдалец? Чего страдалец? Не называй его так Мне неприятно Он не страдалец Он засранец А чего? Два дня уже прошло А он так женой не поговорил Не знаю Мне кажется Он специально резину тянет Почему? Не хочет я ничего говорить О клинике Пасмана Или как он Пасмана Да Ты глянь Легок на помень Давай Да, Жень Здравствуй, радость моя Хочу заехать к тебе сегодня вечерком Часиков 7-8 Надеюсь, ты не против? А я не могу Я договорилась встретиться с подругой Ну пусть подруга до завтра подождет Ничего с ней не станет Нет, Жень Я обещала И отменять я ничего не буду Черт Я так рассчитывал Ну ладно Давай так до завтра Ну знаешь До завтра сюда жить надо Жень А ты Поговорил с женой? Она, как я и говорила О провинциальных Айболитах Даже слышать не хочет Так что бесполезно это Забудь Да как насчет завтра? Ну вот завтра и поговорим Жаль А я хотел тебе Обалденный сюрприз Сделать Сюрприз? Какой сюрприз? У тебя же скоро отпуск Если мне память не изменяет Все верно Ну через неделю Я лечу в командировку В Венецию Не хочешь присоединиться? Мы будем принадлежать Только друг другу Ты сейчас серьезно? Погоди В Венецию Мы с тобой Только вдвоем? Да Конечно хочу По-моему Это Прекрасная идея Ну вот и прекрасно Тогда сегодня вечером Я у тебя Все Целую Пока Целую Пока Так Ничего не говори Я все знаю Я лечу в Венецию Лети Я лечу Ну что Место для работы есть Пиши, Ваня И не думай Ни о чем Вы не понимаете Михаил Борисович Если больного не прооперировать Он немедленно умрет Почему он немедленно умрет? Если больного немедленно не прооперировать Он умрет Немедленно Так 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 Распорядитесь подготовить операционную Я сама Буду его Оперировать Иду Привет Привет Заходи Что у тебя случилось? Иди на кухню Я сейчас Иди Ты хочешь есть? Да не хочу я есть Тогда вот Две полоски Ты беременна Ну как видишь Ты не рада? Я очень хочу этого ребенка Ты не представляешь Как я обрадовалась Когда увидела тест Но я боюсь сказать Пашке Боишься, что он сольется? Не знаю Да, боюсь Мы же с ним просто любовники Хотя Мне кажется, что я его ужасно люблю Я знаю И он тоже тебя любит Лен, ну ты же не собираешься делать аборт? Я не знаю Я же тебе говорю Я очень хочу этого ребенка И боюсь потерять Пашку То есть Ты думаешь, если ты ему все расскажешь Он будет против ребенка А вдруг? Настя, ну что мне делать, а? Я бы все рассказала Сколько лет вы уже вместе? Два с половиной года Так Лен, тебе не кажется Что пора бы уже что-то менять В ваших отношениях? А что? Ну для начала неплохо бы Чтобы он переехал к тебе С вещами Да? Для мужиков это очень важный этап Но ты же сама этого хочешь? Хочу Ну вот Ну а вдруг он подумает, что я хочу его женить На себе вообще исчезнет? Ну знаешь, надо уже что-то решать Вы живете с ним Недели две, три, четыре Выберешь подходящий момент Все ему расскажешь Если он По-настоящему тебя любит Он будет просто счастлив А если нет? Ну тогда и хрен с ним Зачем тебе такой отец ребенка? Встретишь нормального, достойного мужика В конце концов Родишь для себя Сейчас так многие женщины делают И ничего Я вот тоже не исключаю для себя такой вариант Да? Да Не знаю Я думаю, нам надо развеяться Поехали на шопинг Да ну Так А наряды? Кто будет помогать выбирать подруги? Я вообще-то еду в Италию Ты забыла? Да Точно Дай мне три секунды А? Угу 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 Смотри, какое декольте Да? Да Представляешь в таком под открытым небом в кафе С бокалом вина Берем Да? Ой, Ленка Мы же с ним никогда так долго вместе не были Максимум выходные А тут столько дней в Венеции И завтраки вместе По утрам в постели Ты же баба дура, а Это еще к чему? Да потому что тебе нужен один Если что, псим на всю жизнь А не на неделю И не женатый Все, не ной Да, берем Мне? Конечно, не мне же Идем А, вот еще Ну и что ты вытворяешь? Я тебя спрашиваю Это что за фокусы? Сашка тут места себе не находит Ты где болтаешься вообще? Привет, Даша Я на старой даче Я с тобой Все, у меня в порядке, работаю Ну, конечно Где же тебе еще быть? В пятизвездочной же гостинице Ну, да На пятизвездочной мне не хватит Так, ты когда вернешься? Даша, ты, наверное, не поняла Я совсем ушел Я не вернусь Я не поняла Ты бросаешь нас, что ли? Совсем охренел, что ли? Знаешь что? Пошел ты Знаешь куда? И жени как хочешь Скотина Пожалуйста Папа твой вот А ты погромче на него ори Может, он переползет на брюхе И будет извиняться Ты Да, Михаил, здравствуйте Я, к сожалению, не могу сейчас говорить Я вам попозже перезвоню, ладно? Угу Да что ты стоишь Слушаешь это все И вообще Суп вот выключай Что за звук? Ты телефон мой разбила? Ничего Твой любовник Михаил купит тебе новый Что ты сказала? Ну-ка вернись Ты все время врала отцу Ты изменяла папе, поэтому он ушел Ты дрянь Что? Дрянь, дрянь, дрянь Какая ты дрянь С-Сарчка 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Оль, привет. А ты же по-прежнему работаешь в нашей поликлинике? Да? А что, у тебя какие-то проблемы? Мне... Мне очень нужна история болезни в электронном виде. Полякова Ирина Алексеевна. Она из тринадцатой поликлиники. А, ты чего, ненормальная? Это же конфиденциальная информация. Да я все понимаю, поэтому я к тебе и обращаюсь. Понимаешь, это моя близкая подруга. У нее онкология в запущенной стадии. И я хотела ее показать онкологу из Екатеринбурга. Но она уже настолько отчаялась, опустила руки, не хочет никуда ехать. Нет, но я не могу слить тебе чужую историю болезни. Олечка, ну это вопрос жизни и смерти. Просто если я ему пришлю хотя бы историю болезни, он посмотрит и скажет, есть шанс или нет. Если есть, я тогда ее свяжу по рукам и ногам и отправлю в Екатеринбург. Пожалуйста. Я вот потом для тебя все, что хочешь, сделаю. Все, что захочу, говоришь? Да. Повтори. Как ее зовут? Полякова Ирина Алексеевна. Из тринадцатой поликлиники. Ладно. Рискну здоровьем. Скинь мне свой мейл. Сейчас все пришлю. Спасибо тебе большое. Ты не представляешь, как ты меня выручила. Пока, телезвезда. Звони почаще. Обязательно. И, ну, как-нибудь увидимся. Знаешь, чего мне вдруг захотелось? Чего? Приготовить тебе завтрак. Утром. Ну, это прям что-то новенькое. А? Угу. И ты думаешь, что я с утра приеду? Ну, ты говоришь, что не приедешь. Поэтому оставаешься у меня сегодня? Ну, правда. Я хочу спать с тобой рядом. Чувствовать тебя во сне. Угу. Слушай, Ленка, я же ужасно храплю. Ну, и храпи. Ну, правда, ты же знаешь. Я не могу. Мама будет переживать, волноваться. Потом приедет домой, а она мне всю печень вывезла. Ну, позвони маме и скажи, что ты хочешь провести ночь с любимой женщиной. Я ведь любимая женщина? Да. Да? Да, да, да. Ты моя любимая женщина. Единственная. Угу. Тогда какие проблемы? Ты ведь уже самостоятельный мальчик? Да. Ну, вот. Да нет, проблем нету. Просто, понимаешь, я в прошлом как-то уже пытался с мамой познакомить своих девушек. Для мамы все девушки просто, они как... Паш, ну, я же не прошу тебя знакомить меня с мамой. Я просто хочу, чтобы ты сегодня остался со мной. Я же тебя впервые об этом прошу, правда? Да. Угу. Блин, ну, правда, может быть, это глупо и смешно выглядит, но... Мама очень сложный человек. Она мне вынесет мозг. Да эту проблему вообще легко решить. Переезжай ко мне. И твоя печень, и твой мозг будут спасены. Ленка, прости, но я... Я пока не готов. Привет, Серега. Привет, Ванюш. Ну, как ты? Как устроился? Нормально. Как настроение? Ну, скажем так, соответствует ситуации. Спасаюсь от трудотерапии. Вот кресло-качалка твоего отца ремонтирую. Здорово. Слушай, мы тут с Анькой подумали, может, нагрянут тебя на днях. Ты как? Да, было бы здорово. Тут все хорошо, только пообщаться не с кем. Как насчет завтра? Конечно. Приезжайте завтра, ребята. Буду вас ждать. Отлично. Пока. Я слышу. Это Софья Аркадьевна. Я ассистент Леонида Израилевича Пасманова. Скажите, Анастасия Сергеевна, это вы присылали историю болезни Полякова Ирины Алексеевны? Я. Все верно. А вы сами читали ее? Ну, я так просмотрела, только ничего не поняла. Я же не врач. А вы уверены, что отправили правильную историю болезни? Конечно. А что, что-то не так? Леонид Израилевич ознакомился с этой историей болезни лично. Раз его попросила об этом его старый друг. Но у этой пациентки нет даже признаков онкологии. Что, простите? У Поляковой Ирины Алексеевны нет онкологии. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Ирина, подождите! Да, я вас слушаю. Меня зовут Анастасия. И я уже год встречаюсь с вашим мужем. Интересно. Думаю, для вас не секрет, что Женя уже давно собирался с вами развестись. Вы решили таким гнусным способом не манипулировать. Сказали, что у вас онкология в последней стадии, что вам осталось жить несколько лет. Зачем? Женя, конечно, как благородный человек… Боже, какая прелесть! Я вас правильно поняла? Женя – благородный человек. Я смертельно больна. А у вас большая любовь с большой буквой «Л». Смешно. Что смешного? Я давно знаю о его интрижке. Но мне, честно говоря, наклевать. Кобеля нужно иногда выгуливать, знаете ли? Я всегда считала, что Поляков толком и врать-то не умеет. А вам наврал. Кстати, чем он у вас купил? Вы только посмотрите на себя. Ирина Алексеевна, здравствуйте. Едини меня с Поляковым. Хорошо. Ирина Алексеевна, Поляков на первой линии. Алло? Ирочка, алло? Приезжай ко мне в офисе, я тебя жду. Сейчас? Немедленно! Козлина. Саш! Ты дома? Саш! Сань! Саш! Саша! Ну и что, мы так и будем теперь в молчанку играть? Отлично поговорили. Что случилось, милая? В чем дело? Я же работаю. Ты что, идиот, наболтал этой дурочке? Какой дурочке? А у тебя их много? Слушай, Ира, я не понимаю, что здесь происходит? Не включай дурака, Поляков! Ты соорудил трогательную историю о смертельно больной жене, с которой ты из жалости и благородства не можешь расстаться, чтобы жениться на этой пигалице! Ну, что молчишь? Ну, а что мне сказать? Ты прости меня, Ир, но ты тоже не святая. К примеру, я знаю, что ты спишь со своим шофером, как его, Вова, Володя? Валера. Валера. И у него это шикарно получается. Ну, чего ж тогда хочешь от меня? Со мной ты спишь раз в месяц, в лучшем случае. Подойди, пожалуйста. Я хочу, чтобы впредь ни одна коза не устраивала мне публичных сцен. Настя устроила тебе сцену. Учти, Поляков, если еще хоть раз узнаю про какую-нибудь бабу, ты у меня отправишься в свободный полет. Нет, ну это безобразие. Уйди отсюда. Все, прости. До вечера. Ты рехнулась? Ты какого черта творишь, Настя? Зачем ты рассказала Ирине о наших отношениях? Как ты мог? Ты снова меня обманул. Ты знаешь что? Не трогай! Сядь! Она сестра замминистра жилищного строительства. Ей стоит только пальцем щелкнуть, и я вылечу из бизнеса. На мне плевать. Ты мерзавец. Ты думаешь только о себе, меня просто используешь. Брось. Тебя же все устраивало. Знаешь что? Пошел вон. Настя, извини. Постой. Постой, я умоляю. Пошел вон. Ты многого не знаешь. Настя, я прошу тебя. Пошел вон. Напрасно. Уйди сейчас же. Ладно. Ребят! Привет! Привет! Хорошо, что вы приехали. Серег, ты где там? Здорово! Здорово. Давай я помогу. Ну, как ты тут? Нормально. Лава богу. Ого! Мне кажется, ты зря так переживаешь. Пашка тебя любит, а значит вернется. Угу. Хоть бы так и было. Да чего ж погано на душе? Я сама до сих пор прийти в себя не могу. Представляю. Такого даже я не ожидала. А я тебе говорила, брось этого козла. Говорила, что он тебя использует. Но ты же мне не верила. Моя поездка в Италию накрылась медным тазом. А отпуск только начинается. Я просто не знаю, куда себя деть. Хоть волком бой. А мы с Пашкой хотели на дачу выходные поехать. Ну, теперь, видно, уже не поедем. Почему нам так не везет? Да ничего. Прорвемся. Я получила большую роль. Вот сценарий прислали. Буду много работать. Всядну диету. Ты? Привет. Ну и чего ты? Я думала, ты испугался и больше никогда не придешь. То есть, я испугался чего-то? Угу. Хорошо. За это буду храпеть тебе всю ночь. Каждый день. Привет, Паша. Привет. Спасибо, что испортил наш девичник. Ладно, ребят. Мне пора. Я поехала. Да перестань ты нам не мешаешь. Отдавай себе. Подожди. Так ты что, накормишь нас завтра своими фирменными шашлыками? Очень не вопрос. Ты слышала? Значит, завтра к часу у нас на даче. Ладно. А к часу не рано? Да нет, конечно. Чем раньше, тем лучше. Там еще дом надо протопить. В общем, я с утра на примерку в театр, а потом сразу на дачу. Обещаю, что ты не притащишь мне очередного кандидата в бойфренды. Нет. Ну все. Пока. Пока. Радость. А как же мама? Мама переживет. Ты что такое художество? Пойдем сюда. Нету, что я такси вызываю? Да. Вань, ты сейчас не жалеешь, что ушел? Не жалею, нет. Я вам говорил, надо было раньше уходить. Даша бы давно нашла себе кого-нибудь более подходящего. Ты что, ее прям совсем разлюбил? Я не знаю. Разводиться будешь? Я как-то не думал об этом. Но если Дашка попросит, то да. Вань, а вообще какие планы на будущее? Чего думаешь? Хочу осенью выставку устроить. Слушай, мне кажется, это прекрасно. Ты большой молодец. А, собираюсь идти в союз художников. Просить в мастерскую. Буду там жить теперь, буду там работать. Вань, слушай, правда, ты живи здесь сколько хочешь. Весь тебе удобно, конечно. Ребят, здесь так хорошо. Вот, видишь? У меня даже режим какой-то организовался. Ложусь с закатом, встаю с рассветом. Я, кстати, за эти пять дней парочку очень неплохих пейзажей нарисовал. Еще куча идей в голове. Ванечка, скажи, а ты с Дашей вообще объяснился? Объяснился. А с Сашей поговорил? Да, вот жду ее на выходные. Наверное, приедет. Так, Анюта, вот наше такси. Приехала? Поехали, да. Все. Ребят, спасибо вам большое, что вы приехали. Да что? Приезжайте еще. Конечно. Не скучай здесь. Давай, Ванюша, слушай, живи здесь сколько хочешь. Правда. Спасибо. Я вас провожу. Так жалко? Такая красивая пара, и Сашка еще у них. Жалко, конечно. Сережка, а ты знаешь, как я тебя люблю? Знаю, конечно. Сереж, а ты же меня не бросишь, не уйдешь от меня. А ты чего? Что ты такое говоришь? Как тебе такое в голову пришло? Знаешь что? Ну, я же знаю, как для тебя важен ребенок. Может, мы попробуем ЭКО? Ты решилась. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, привет. Я готова. Выезжаем? Привет, подруга. Да я еще в театре. Примерка затянулась. Ты нас не жди, мы догоним. Ладно. Тогда сама поеду. Да. Пир закатим. Откроем летний сезон. Ага. Ну, жду вас там. Пока. Идите, например. Настя, выслушай меня, пожалуйста. Это опять ты? Я не хочу тебя больше видеть. Это ты понимаешь? Ну, прости меня. Я был полным придурком. Не стоило тебя обманывать. Мне некогда с тобой разговаривать. Это, честное слово, не очень-то и хотелось. Настя, мне очень плохо без тебя. Давай поговорим. Руку убери. Когда ты уже от меня отстанешь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, связи нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Да в театре я еще. У Пашки в какой-то форс-мажорной работе случился. У меня премьерка эта. Но он уже скоро будет. А ты где? Я в лесу застряла. В луже, около вашей дачи. Вот не знаю, что делать. Машину бросила, там связи нет. Вот сейчас нашла и не понимаю, как быть. Ну, бросила и бросила. Ничего с ней не случится. Мы приедем с Пашкой и тебя вытащим. Ну, или мужика какого-нибудь найди в деревне. Пусть он вытащит. Где ключи, ты знаешь? Вот и иди в дом. Там печку надо затопить, прогреть. Все. Ладно, только я вас очень прошу, пожалуйста, приезжайте как можно быстрее, хорошо? Алло! Лен! Абонент премьерка не даст. Ну, все. Глент. Здравствуйте! Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мне очень нужна помощь. А что у вас случилось? Да я вот там, недалеко от вас, в лесу, на машине застряла. Прям в яме никак выехать не могу. Я к вашей соседке ехала, Лене Усачевой. У нее тут дом. Я тут всего неделю живу, еще не знаю соседей. Но вы не поможете? Ее бы как-то на буксире вытащить. Но у меня нет машины. Я просто уже не знаю, что мне делать. Идемте. Покажете. Что-нибудь придумаемое. Спасибо. Да. В одиночку вытолкать я вас не смогу. Только давайте я помогу. Ну, это вряд ли. Ну, не могу же я тут ее бросить. Я вам заплачу. Я хорошо заплачу. Девушка, не в деньгах дело. Ну, что же делать? У вас есть домкрат? Кажется, был в багажнике. Ну, что же я? Сейчас. Сейчас, подождите. Вот. Ага, давайте. Дайте, пожалуйста. Сейчас должна выехать. Отлично. А можно я? А. Пожалуйста. Поехала. Поехала! Поехала. Поехала. Поехала! Поехала. Продолжение следует... Молодой человек! Что у вас опять? Простите мне, пожалуйста, мою назойливость, но... Мне опять нужна ваша помощь, если вы не заняты, конечно. Нет, я совершенно свободен. Просто мои друзья задерживаются и попросили меня затопить печку. А я боюсь, что я не сумею. Никогда не топили? Никогда. Дрова есть? Имеются. Идемте, покажу, как это делается. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...